Всем привет! Не секрет, что скоро период черенкования и, естественно, отправления посылок. Некоторые это делают уже не в первый год, не первый сезон. Для некоторых это впервые будет. Поэтому я хочу немножко рассказать, как я это делаю. Наученное, можно сказать, годами. Ну, что, поехали? Ну, во-первых, если у вас стакан с прорезями, многие делают прорези, многие их не делают. Если у вас стакан с прорезями, то обязательно нужно заклеить, чтобы не высыпалась земля. Потому что она в дороге высыхает и может все засыпать, все цветы. Поэтому, ну, и просто эстетично будет заклеить. Во-вторых, чтобы земля не высыпалась через верх, обязательно нужно положить бумажный полотенец или салфетку. Вот так, как у меня. Естественно, чтобы листочки не закрывать. Потому что они могут завять и начать путаться. В-третьих, раньше я заклеивала скотчем, чтобы бумага отсюда не вываливалась, соответственно, вместе с землей. Раньше заклеивала скотчем, но цветок не дышал, можно сказать. Поэтому сейчас я заклеиваю только бумажным скотчем. Позже покажу, как я это делаю. Итак, один я уже упаковала. Обязательно смотрите, чтобы листочки не попадали внутрь. Аккуратно. Все делать очень аккуратно, не торопясь. Итак, я отрезала вот такой кусочек. И сейчас мы его наклеим вот так, сверху. То есть он будет прикрепляться к стаканам, но удерживать стебель. Так вот, я его приклеила. Один я уже приклеила, второй клею. Вот так заворачиваю. То есть притык к стеблю, листочки все вытащили. Здесь еще можно кусочек вклеить. В целом вот так получается. Бывает, что вы приклеили кусочек, а он буквально с краешку. Отрываем еще один маленький кусочек. И вот так. Для надежности. Люблю, чтобы все четко, как швейцарские часы. На самом деле, просто научили я дольким опытом. Поэтому, вам показываю, как нужно делать это помимо. Итак, скотчем мы обклеили, закрепили. Но это еще не все. Смотрите дальше. Итак, отрезаем кусок картона, обычного от коробки. Складываем его, чтобы он был более гибкий. Сразу примеряем стакан. Берем кусочек скотчем и приклеиваем стаканчик в картон. И заворачиваем. Закрепляем скотчем либо стаканчиком. Нюанс скотч. Вот здесь у меня, видите какой маленький кусочек. он будет держать не крепко. Он будет держать не крепко. Поэтому проклеим для надежности еще раз, чтобы хотя бы до сюда доходил. или вот полосочку вот так приклеим. Вот так вот получается. Ну вот, наша посылочка почти готова. Но осталось еще упаковать. Подбираем коробку по размеру. Так, основное для отправки это подобрать коробку нужного размера. Многие, конечно, используют коробки, которые продаются на почте. Я обычно беру коробки в магазине и выворачиваю. Ну вот, я приклеила все к коробке. Для надежности проверяем сразу. Ничего не сыпется, ничего не болтается. Значит, все упаковано так, как нужно. Теперь просто запечатываем. Желательно заклеивать горячим клеем изнутри, чтобы скотча не было снаружи. Тогда не понадобится даже упаковка почтовая. Ее коробочку просто обклеят скотчем и отправят. То есть растения будут дышать. Вы потратите меньше денег. Вот так. Для надежности можно зафиксировать вот такими вот картонками. То есть мы закрываем. Они упираются в коробку. То есть 100% ничего болтаться не будет. И когда она... ...это...